Когда-то давно мне сказали, что мысли и чувства, которые я наделяю превосходством, и формируют в дальнейшем события моей жизни, мое мироощущение, мировосприятие. Мне нравится, как Джеймс Аллен сравнивает нашу душу и наш разум с адом, который можно либо правильно возделать, либо запустить его. И в том и в другом случае сад будет расти. Если я сажаю определенные растения и ухаживаю за ними, то в моем саду вырастет то, что я посадил. Например, цветы или овощи или фрукты. Если же я не сажаю определенные семена и саженцы, то животные, другие люди, ветер, какие-то иные стихи нанесут в мой сад семена сорняков и ненужных мне растений. И это повлечет за собой бурное цветение дикой растительности и сорной травы. Ясно одно. Что-нибудь в моем саду да вырастет. Поэтому одним из способов внутренней работы может быть ухаживание за своим садом. Выпалывая из сознания и из души сорняки. Удаляя всякого рода негативные мысли, чувства, страхи, ограничения. И тут же насаживая что-то более позитивное, в смысле эмоциональном. Какие-то более жизнеутверждающие мысли о счастье, об успехе, о достижении цели. Ну, соответственно, конечно, в моей шкале ценностей. Вы знаете, вот в некоторых оккультных школах, монастырях, причем как в монастырях древности, так и в современных монастырях. Мне приходилось одно время жить в монастырях. Практикуется, вот это практикуется буквально, не умозрительно, а физически. Монав встает на грядку, начинает выдергивать сорняки. При этом он отождествляется самим процессом и, находя одно аналогии или аналоги, как угодно, в себе этих сорняков, вырывая руками физически вот эти сорняки, траву, он из себя вырывает свои сорняки. Это, если уже в случае грядки есть, семена высажены, уже там что-то растет и ухаживаем, это уже ухаживание за садом. А если взять и аналогию провести с земледелием, в целом от начала до конца, то здесь тоже есть интересный момент. Например, мне дали участок необработанной земли. В первую очередь, что я делаю? В первую очередь, я убираю крупные камни и валуны. То, что на виду. То, что очевидно. Затем я начну убирать мелкие камни. Их тоже надо убрать, чтобы они в процессе пахоты не тупили бы плуг и не ломали бы его. И они тоже видны и тоже очевидны, но они маленькие. То есть, чтобы их увидеть и найти, надо разглядеть. И далее сам процесс вспахивания. Очень интересный процесс. Если вы когда-нибудь наблюдали, то есть в этом что-то завораживающее. Когда идет плуг, он подрезает землю, и вот этот кусок земли, он как бы выворачивается наизнанку. И то, что было невидимым, становится также очевидным. То есть, видимым. И это можно отождествить при внутренней работе с выводом из подсознания в сознательное. И вот, когда я перевернул эту землю, и у меня на виду сразу стали корни всех сорняков, которые в этой земле были спрятаны, я начинаю выдергивать эти сорняки вместе с корнями. После чего я ровняю землю и засаживаю уже семенами. И далее уже я ухаживаю так, как я ранее рассказал. К чему я это все рассказываю? Дорогие мои, вы тоже можете попробовать эту практику? Нет, упаси Боже, не подумайте. Я не призываю вас сейчас всех бежать на грядки и бросить все, и заняться земледелием. Ни в коем случае. Вы можете начать отслеживать, что попадает в ваш сад. Начать отслеживать, какие мысли и чувства вы наделяете превосходством в течение дня. И если вы отследите что-то, что делает вас несчастными, что тормозит ваше развитие, что искажает ваше мировосприятие, вы можете заменить это на то, что будет вас продвигать на вашем жизненном пути. То, что будет делать вас счастливыми, успешными. То, что будет делать богаче и шире ваши мироощущения. Занимаясь такого рода садоводством, вы вскоре обнаружите, что стали величайшим садовником своей души. Удачи вам! Все! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!